Итак, я вас всех приветствую после небольшого перерыва, связанного с накоплением материала, систематизацией знаний. Мы продолжаем. У нас на очереди третья часть моего курса по машинному обучению нейронным сетям. В этой части мы будем заниматься специальными архитектурами нейронных сетей. Ну, тут, естественно, непосвященные слушатели спросят, елки-палки, а неужели я не все архитектуры нейронных сетей выучил на предыдущем курсе? А вот и нет. Оказывается, что есть специальные архитектуры нейронных сетей, которые очень сильно отличаются от стандартной архитектуры, которая была на предыдущей части курса. В этом курсе мы будем изучать специальные нейронные сети, которые заточены под очень конкретные задачи. Под распознавание видео, под распознавание картинок, под работу в пространстве картинок и под распознавание текстов. Ну что ж, начинаем, естественно, с первого самого параграфа. Он будет посвящен именно проблеме распознавания картинок. Распознавание картинок это тот самый первый большой, сразу говорю, очень большой блок, из которого состоит наш курс. Итак, начинаем думать, как нужно распознавать картинки. Ну, естественно, тут возникнет разная умная терминология. Например, вы тут видите нейросети, фильтры и какие-то еще свертки. Ну что ж, давайте будем разбираться во всем этом по порядку. Итак, наш самый-самый-самый первый параграф. Картинки как объект для нейронных сетей. Естественно, тут очень-очень много проблем возникает. Почему? Потому что сразу можно спросить, а как картинку подать в нейронную сеть? У нейронной сети, как вы знаете, из предыдущего курса есть входной слой, есть выходной слой. И вот как вот эту самую картинку пропихнуть в входной слой нейронной сети? Потому что картинка это же как бы не числа, даже не вектор чисел, не набор чисел. Это вот достаточно сложный объект. Так вот, как это сделать? Ну что ж, самый простой способ, как картинку подать в нейронную сеть, заключается в ее цифровизации. Причем в очень такой топорной, простой цифровизации. А именно, мы картинку просто превращаем в вектор чисел. Делается это так. Ну что ж, давайте для простоты рассмотрим самый простой случай, когда все картинки монохромные. А именно, когда у нас каждый пиксель картинки это какой-то оттенок серого. Мы можем сказать, что давайте будем все пиксели представлять числами от нуля до единицы. Причем ноль будет соответствовать чисто белому цвету, единица чисто черному, а все, что между ними, это какой-то оттенок серого. Таким образом, черно-белая картинка теперь превращается в таблицу, для тех, кому исполнилось 18+, точнее в матрицу чисел. Ну вот смотрите, как это все происходит. У нас была картинка, для простоты я рассматриваю монохромные картинки, причем это чисто монохромная картинка из чисто белого, чисто черного. Ну вот мы ее превращаем в вектор чисел. Идем по пикселям, если пиксель черный, то будет единица, если пиксель белый, то будет ноль. И таким образом вся картинка превращается в такой длинный-длинный вектор. Ну тут видно, что мы шли, так сказать, по строкам. То есть сначала мы обработали первую строку, потом вторую и так далее. Естественно, у такого способа цифровизации картинок есть и недостатки. Ну самый первый недостаток, он заключается в том, что этот способ достаточно тупой, он очень простой. И естественно, тут должны быть какие-то подводные камни, потому что ну не может быть самый тупой способ оказаться идеальным. Действительно, тут не все так однозначно. Когда мы оцифровываем картинку, то есть превращаем ее в вектор чисел, таким вот способом, мы на самом деле теряем очень-очень большую информацию, которая заложена в этой картинке. Дело в том, что вот переход от такой картинки вот к такому вектору, он теряет информацию о смежности пикселей. А именно, смотрите, вот этот верхний левый пиксель, он превращается в первую единичку нашего вектора. А вот пиксель, который непосредственно под ним, он превратится не в соседнее число, а число, которое отстоит от первого на три позиции. Ну, точнее, расстояние между этими пикселями в векторе, оно равно размеру картинки. То есть если бы у нас картинка была 100 на 100, то расстояние между смежными пикселями по вертикали в нашем векторе было бы вообще равным 100. То есть таким образом, переход от картинки к вектору, мы теряем информацию о смежности пикселей. Ну, в принципе, и такой подход имеет место быть, и для простых задач он, конечно, применяется. Вот смотрите, что будет, если мы эту самую картинку, превращенную в вектор, подадим на вход нашей нейронной сети. Но прежде чем рисовать нейронную сеть, давайте рассмотрим более сложный случай, когда картинка цветная. На самом деле, когда у вас картинка монохромная или цветная, принципиальной разницы нет. Нет, просто все дело в том, как закодировать с помощью чисел цвета. На самом деле, все здесь придумано за вас. Есть формат RGB. Формат RGB кодирует любой цветной цвет, извиняюсь за тавтологию, с помощью тройки чисел. Эта тройка чисел соответствует, так сказать, интенсивности красного, зеленого и синего, которые вот наблюдаются в конкретном оттенке. То есть, например, если у вас чисто черный цвет, то в этом цвете нет ни красного, ни зеленого, ни синего. И поэтому ему соответствует тройка чисел 0, 0, 0. А если, скажем, у вас белый цвет, то, вспоминая старину Исаака Ньютона, белый цвет, он наоборот содержит в себе и зеленый, и красный, и синий. Ну, на радугу посмотрите, в конце концов. И поэтому чисто белому цвету в формате RGB соответствует наоборот. Тройка максимальной интенсивности, здесь числа, они, ну, имеют размерность 1 байт, поэтому максимальные числа тут 255, 255, 255. Ну, короче говоря, с цветными картинками все точно так же. Цвета можно тоже превращать в вектора чисел, только тут нужно использовать не одно число, как для монохромной картинки, а целых 3. Ну, фактически в цветной картинке каждый пиксель, да, это тройка целых чисел из интервала 0 от 0 до 255. Ну, 255, как я уже сказал, связано с тем, что размерность этого числа равна 1 байту. Ну, а сама картинка, это фактически слоеный пирожок из трех таблиц, из трех матриц. Каждая таблица, она содержит в себе информацию об интенсивности соответствующего цвета. Ну, ничего страшного в этом нет. Если мы применяем достаточно тупой способ цифровизации картинок, то мы берем все эти таблицы, их все вытягиваем в такие длинные вектора, как вот было на предыдущем слайде с монохромной картинкой. И вот эти длинные вектора тоже можно подать в нашу нейронную сеть. Ну что ж, у нас теперь все готово, чтобы запихать картинку на входной слой нашей нейронной сети. Ну вот, как это будет все выглядеть. Давайте мы, поскольку пока не изучили никаких специальных архитектур нейронных сетей, мы будем использовать старые добрые полносвязные классические нейронные сети, которые были вот в нашем предыдущем курсе. Вот так вот выглядит классическая полносвязная нейронная сеть. Вот это входной слой, вот это идет дальше первый слой, собственно, нейронной сети. И здесь уже сразу стоит выходной слой нейронной сети, потому что у нас пример шуточный. У нас тут, видите, всего три, так сказать, слоя нашей нейронной сети. Вот смотрите, вот сюда будет подаваться вектор, который превратилась в картинка. А вот все стрелки между нейронами, как вы знаете, они имеют веса, которые нужно будет тренировать. Проблема в том, что для даже очень небольшой картинки 3х3 нам потребуется размерность входного слоя равная 9 пикселям. И более того, из каждого вот этого пикселя нужно проводить связь в каждый нейрон следующего слоя, потому что у нас слои полносвязные. То есть, вот здесь вот, вот в этом месте, где скользит мой палец, у нас будет 36 весов связей. Естественно, для простоты тут нарисованы не все 36 весов связи, а только вот 9. Но, тем не менее, тут их будет 36. И плюс еще, кстати, 4 веса смещения в этом слое. Вот здесь еще будут веса связи. Ну и вот еще заключительный вес смещения вот здесь. Такие мелочи, в кавычках, как функции активации на этом рисунке для простоты вообще не указаны. Короче говоря, весов будет очень много, даже для маленькой картинки 3х3. И это, вообще говоря, главный недостаток полносвязной архитектуры для задачи распознавания картинок. Действительно, полносвязная архитектура для распознавания картинок, она очень такая тяжеловесная. Там очень много весов, которые по факту не будут использоваться. Но, тем не менее, вам придется всю эту кучу весов тренировать, потратить кучу времени, кучу картинок. И еще не факт, что полученная нейронная сеть будет хорошо картинки распознавать. Ну что ж, придется, значит, экономить веса. Действительно, практика показала, что когда речь идет о распознавании картинок, пускай даже представленных в виде каких-то числовых векторов, так много весов иметь не обязательно. Дело в том, что каждому нейрону из первого слоя нейронной сети не обязательно знать информацию обо всей картинке. В принципе, так же и устроен человеческий глаз. То есть, наша сетчатка, она состоит из клеточек. Так вот, в одну конкретную клеточку приходит информация не от всей картинки, а только вот от очень узкого области изображения. Так вот, с нейронными сетями нужно сделать точно так же. Нужно посмотреть, как происходит распознавание образов, собственно, в мозгу человека, какие там возникают связи между нейронами, какая вот общая архитектура этих связей, и вот эту самую архитектуру, которая уже в процессе эволюции натренирована в нашем мозгу для распознавания изображений, применить у искусственных нейронных сетей для распознавания картинок.